В этом году мы активизировали работу с должниками физическими лицами. Это следующая категория наших потребителей. При этом я хочу сразу сказать, что наше население является в целом добросовестным платильщиком. Мы относимся к категории регионов, где достаточно высок процент оплаты газонаселением. И я хотел бы поблагодарить абсолютное большинство потребителей газофизических лиц за неуклонное исполнение ими своими обязательствами перед нами по оплате потребленного газа. Хочу сказать, что уровень оплаты газонаселением у нас составляет около 100%. То есть это очень высокий показатель, практически абсолютный. И если в целом по области у нас 684 тысячи абонентов, то не выполняют свои обязательства только 38 тысяч. Правда, в целом это выливает 316 миллионов рублей за должность. То есть цифра тоже достаточно немаленькая. Как я уже сказал, работу с этой категорией должников мы также усилили. Сотрудники отдела по работе с населением у нас постоянно ищут новые формы воздействия на неплатильщиков. И если на прошлой пресс-конференции мы показывали вам красную квитанцию с надписью большими буквами «Долг», то сейчас мы также нашим должникам присылаем вот такие квитанции с надписью «Срочно оплатите долг во избежании отключения». Используем мы, конечно же, старые, но не менее эффективные способы воздействия. Совместно со службой судебных приставов в этом году было проведено более 50 рейдов. Ежемесячно проводится порядка 20 совместных рейдов у нас с сотрудниками органов внутренних дел, МЧС по приостановке газоснабжения должникам, выявлению и пресечению самовольных подключений к системам газоснабжения. Всего же в 2014 году за долги от газоснабжения было отключено порядка 2000 абонентов. Наиболее проблемное для нас население в смысле неоплаты за потребленный газ проживает в Киреевском, Щекинском и Ефремовском районе, а также на территории бывшего Ленинского района.